Привет, друзья! Я сегодня очень рада прожить по городу, потому что я вам рассказывала, что мы в это воскресенье едем в Каменской с девочками станцев, с нашим учителем. Там будут мастер-классы, три мастер-класса подряд. Я так поняла, они занимают где-то шесть часов, а потом типа что-то новогодние вечеринки, фуршеты. Я сразу говорила вам, что меня вообще не интересует эта тема, эти вечеринки и фуршеты. Это мне всё просто как-то до лампочки. Мне хотелось поехать именно поучиться, потому что я очень давно не училась. Но, честно сказать, настроение ужасное с утра. Оно, во-первых, с вчерашнего дня такое, ничего не радует. Я не спала всю ночь, переживала, что вдруг просплю в будильнике, и у меня очень сильная крепатура после классики. Город серый, унылый, холодно. Знаете, вообще просто полный ноль настроения. Хотя я ждала эти мастер-классы, эту поездку. Сейчас мне просто хочется вернуться домой, забиться в угол и там сидеть. У меня ещё очень кумарит то, что у меня дома недоделанные дела, неуборная квартира. Ну, короче, не знаю, надеюсь, что по погоде получше стоит. Приехали мы в Каменском, причём очень быстро доехали, где-то, наверное, завтра, час сорок, может. Но я считала, что быстро. Ну, так тут тоже серовато, как и у нас. Но мы приехали в достаточно оживлённое место. Тут у нас студия прям возле АТБ, возле рынка, ёлки продаются, много-много людей. Мы все приехали на час раньше, поэтому зашли в АТБ, там всё накупили булок, какие-то такое, что-то такое. Я вспоминала, что была в Каменском проездом несколько раз, и мы были с вами в Каменском, когда ездили на озеро. Тут за ним, за городом, если это озеро, мы летом ездили. И вот тогда всё, конечно же, казалось иначе. И деревья были зелёными, и всё казалось такое, знаете, приветливое. А сейчас с уныния, конечно, на максимум. Ну, как и у нас в Запорожье, сегодня туман сильный, холодно, сыро. Ну, как у нас это было, точно так и здесь. Это очень удобно, что студия, короче, вот прямо вот здесь. Заходишь вот сюда, в подвальное помещение, там прямо она. Очень удобно тем, кто тут танцует. Ну, то есть сразу магазин, рынок, всё есть. Ребята, я вам расскажу за Каменской чуть попозже, как мы съездили, всё. А сейчас я нахожусь уже в понедельнике, тоже в Суматохе, приехала на рекламу одного магазина. Вообще мне нравится, реально, здесь турецкие вещи, здесь хорошие цены, большой выбор, и платьев, там штановка, и костюмов, короче, всё есть. Вот, мне так понравилось это платье, классно. Очень прикольно смотрится, как пятый элемент. Вот, поэтому смотрите в Инстаграм истории, буду там показывать подробнее, наряды буду показывать, новогодние верхнюю одежду какую покажу. В общем, не пропускайте, моим запорожским будет очень полезно. Боже, ребята, я уже какой-то амбассадор, пузатый хат, это просто капец. Из-за того, что я хожу на танцы, у меня вот сегодня была реклама, мне пришлось, ну, пообедать где-то здесь. Ну, зашла сюда, естественно, потому что здесь вкусная мимоза. Ну, на обед я себе взяла только мимозу, булочку и кофе с молоком без сахара, а это я взяла для Роди и мамы. Я сегодня их видела, мы вместе в маршрутке ехали, я хочу к ним потом зайти в гости. Вот, купила Родюхе такой пряник в виде зайчика, кролика, не знаю. Это я купила для нас с мамой на чаепитие, вот этот кекс, который уже показывала. Не единожды показывала, действительно, очень красивая, красивая коробка, и кекс, мне кажется, должен быть вкусным. Он до 29-го и стоит 70 гривен. А кролик 15, нет, 25, 24. С магазина, который я рекламировала, тоже забрала вещь одну. Короче, я все-таки забрала это платье, не знаю, оно мне очень понравилось. Здесь, ну, как какое-то что-то новое, знаете, для меня, я люблю такие вырезы, не знаю, подчеркивают фигуру красиво. Пришел Лешин подарок, дополнение к билетам, я уже говорила, он очень хотел эти очки, ну, любые какие-то из этих, которые будут щадить глаза при работе с компьютером. Здесь, получается, очки, чехол, тряпочка, они по хорошей были цене, там была вообще скидка какая-то на розетке, поэтому я их взяла. Вот, надеюсь, ему понравится, на эти очки именно очень хорошие отзывы были. Ой, ребята, пока сделала рекламу дома, куча времени на это ушло, но зато я довольна, я прям очень довольна, потому что мне понравился ассортимент в магазине, сам магазин понравился, цены понравились, вещи понравились, мне все понравилось. Поэтому, когда мне что-то нравится, у меня реклама идет, прям прет, потому что это как бы уже не реклама, а просто такая рекомендация, да, то есть все отлично совпало. Сегодня на Хиллс танцевали такой офигенный танец, начали учить как бы связку под рождественскую музыку, но она не привычная в нашем понимании рождественская музыка типа Jingle Bells, а просто какая-то очень красивая такая чувственная песня, ну, которая, наверное, просто поется про Рождество, надо почитать ее перевод. Тоже в сторис, смотрите. По поводу Каменского хотела сказать, что была все-таки хорошая, позитивная поездка, я как бы говорила в начале видео, что все плохо, но на самом деле все было хорошо, три интересных мастер-класса, нас было немного на самом деле, но какая разница, главное, что мы были. Потом в конце-то нас устроили фуршет, но я как бы ничего не ела, потому что, ну, я как-то, знаете, мне всегда неловко. Там купили несколько пиццы, фрукты были, для взрослых шампанское, для детей там сок или кола, по-моему, была. Ну, я полвечера проговорила со знакомым, именно пол этой вечеринки проговорила со знакомым таблистом, я уже вам о нем рассказывала, с музыкантом мы поговорили, пообщались, потом немножко потанцевали, подурели со своими девочками, с коллективом, вот, и разъехались. То есть, ну, где-то час, наверное, вот это время так провели, нам еще всем подарили по подарочку, что тоже было максимально приятно, ну, какие вообще замечательные организаторы. Мы всем подарили по такому гномику, и мне попался серый, что очень круто, он как раз смотрится на нашей елке. То есть, впечатлений было действительно много, и ты что-то узнал новое, и провел как-то хорошо время, больше сблизился, что ли, с коллективом, с тренером, это здорово, и хорошо, что была вообще возможность поехать куда-то. Но дорога была очень тяжелая, туман был сильнейший, когда мы ехали назад, то есть, прям очень страшно было. Ну, приехали где-то часам, наверное, к семи-восьми домой, меня встретил Леша, вообще, просто идеально встретил, потому что я вам мыла в начале видео, что в квартире не убрана, и мне это гложет, так он все убрал. Убрал всю квартиру, все вынул, причем даже там, где я иногда не мою, короче, помыл, Рож, неловко было. Ну, то есть, встретил просто на сто процентов, еще и роллы заказал, ну, я просила, я просила, я хотела, я как раз, когда приехала, не было света, то есть, это разогревать еду на сковороде не хотелось. Короче, прекрасное завершение было вечера, но я поела, приняла душ и вырубилась, потому что, я же говорю, я вообще не спала до вот этой вот поездки. В общем и целом все очень классно, но что-то показывать практически невозможно, потому что это авторское право, я не знаю, выложила ли я что-то, если нет, значит, не удалось. Все, сейчас пойду заскочу к маме, уже, конечно, поздно, блин, хотя не сильно поздно, потому что темно очень на улице, пяти еще нет. Так, девять, милые, два. Что там в том магазине? Да, а что там? А где он продал, где он такой грустный поплатил? Он не грустный, вроде, он ему нужен. Занимайся, зайки. Занимайся, что там в магазинчике? Большой ассортимент турецких вещей, конкретно мы дым турки. Так, а что именно турецкие вещи какие? Ну все, свитера, рубашки, брюки, юбок много, платья, все есть. Я тебе могу показать сейчас. А цены? Цены демократичные вообще. А есть такие обычные, такие как для дома? Да, я тоже видела, да, такие и спортивные есть, и фуди есть, и пальто очень красиво я имею. И костюм тоже начал сыпаться. Какой костюм? Вот тот, что к министу, он купил. В смысле, кошл... Не кошлатиц, а... Рука, сыплется. Ну там, это флис там, да? Ну он по-любому. У меня штаны, Карина, так вот делались, а потом через несколько стирок это прошло. Правильно, молодец. Я всеми там могу. Семь. Через 100 стирок оно не прошло. Ну это грустно. Пойдемте, я покажу этот мой. Ты видела? Семь. А, цветок. Мама, тут что-то с цветком случилась. Ага, прям случилось. А можно свет? Зачем ты там? Потому что хорошо было видно. Смотрите, бывает ли женское счастье таким? Ты либо очень счастлива, либо очень несчастна, мам. Я такого никогда не... Вывод у тебя, конечно, генеальный. Просто этому цветку лет 17-18. Ты понимаешь, это мне самый долгожитель. Он еще с Кировска. Ну так знаешь, он, я же говорю, дает новые виды. Он давал цветы, ну, то есть он сколько цвел. Ну, не так. Я вообще-то первую... Ты знаешь, я даже не вращала внимание. Ну, что ты? Бегаю, бегаю, знаешь, железь открыла, закрылась, и типа, а это самое... А потом, что-то не то, что-то меня смущает. А я маме говорю, ты открываешь новые виды, тебе дадут премию. А ничего не открывает, у меня старый цветок. Ну, вид-то цветка новый. Ну, что это значит? Я не знаю, что это значит. Он так начал... Да ничего это не значит, просто как-то благодарен тебе. Выключай свет. Он такой густой. А-а-а. Иди сюда. Вот они придут, и пряник мы не оценим. Потому что у него радость, он поменялся, обмен сделал выгодный. Обменял снеговика шоколадного своего на бабушке новозайца, которого я ему принесла, точно такого же. Не примем! Это я дяне просто показываю. Да никто его не заберет. Нельзя его убрать в волки, он испарится. Почему он испарится? Потому что он снеговик. Вот так что мы сделали такой обмен. Ну, это же мой, подожди, это же мой снеговик уже. Ну как? Здрасте, это уже мой теперь снеговик. Что хочу, то с ними делаю. Как это? Я же тебе зайца дала, а ты мне снеговик. Все, я его хозяйка. Я же все, лобу дурмам. А Диана тебе бесподобного зайчика принесла. Такой миленький. Глянь, с каким веночком. Это хвостик. Диана, а почему? Я уже попросил, когда он скучно. Так хвостик. Я уже скучно, когда он попросил. Мы же все решаем, что будем готовить на новогодний стол. Я решила, что сделала там салат-коктейль с креветками. Каждому порционный. Тирамису. Ну, и на мне будет тарталетки с салатом. Я вот думала, какой. И мы решили с мамой, что нежный шик в декабре отлично подойдет. Я люблю очень этот салат. Вообще его обожаем. Поэтому буду готовить. Он хорошо будет тоже в тарталетках смотреться. В кавычках. Вот видите, какой кексик. Внутри. Капец, касаюсь на лифте у родителей. Боюсь, его сейчас, блин. Не дай бог остановят. Хотя, ну, по графику, вот, должны свет выключить через два часа. Просто, знаете, мало ли, всякое бывает. Мы живем в такое время, что... Но у меня очень болит колено. Если оно у меня болит, лучше влез. Лишний раз не напрягать. Я имею в виду про ступеньки, да? Лучше не ходить по ступенькам. Пробовали кекс. Рождественский из пузатой хаты. Мне очень понравился. У меня даже есть мысль купить такой для Натальи Николаевны. Назавтра, получается, последнее будет снятие по Востоку. Типа вечеринки новогодние. Ну, что-то ж надо подарить. Классный был, очень вкусный. Я в комментарии не заходила пару дней. Там видео, где мы обозреваем покупки. А Мона, как обычно, разговаривает. Хотя сейчас она молчит. И на руки мы ее не взяли. И такие мы ужасные. Кошку не покормили. Хотя я вообще не понимаю, к чему это про еду. Если у нее еда целыми днями в миске. Мы ее меняем. У нее всегда много еды, как нам тогда говорили. Всегда у нее в доступе еда и вода чистая. А мы такие ужасные подлюки. Не любим животных. Вот мы не взяли кошку на руки. Ну, просто никто не может принять тот факт, что она у нас реально очень болтливая. Да сейчас что-то везет, и она молчит. Потому что он мылится куда-то прыгнуть, наверное. Да, Мона? Ты куда-то хочешь прыгнуть? Хочешь, меня на штыкинула? То есть она просто очень много болтает реально. Она может утром прийти, может ночью болтать. Просто ей что-то может не нравиться. Или она просто хочет играть. Чаще всего она просто хочет играть именно, а не на руки или есть. Потому что она достаточно игривая, она с кошкой. Ну, просто скажи, не всегда у твоих хозяевов есть на это время. Вот реально сейчас дни очень активные. Ещё про платье пару слов. Почему я выбрала именно это платье? Там не какой-то параличный наряд. Потому что, как бы, у меня юбка с поэтками есть. И топ я купила на Новый год. Зачем мне кучу нарядов, да? Я взяла что-то такое, что можно будет и потом носить. У меня не было как раз-таки вязаного платья. Точнее, трикотажного, длинного, тёплого. Ну, не назовёшь тёплым это платье, но всё равно. Прикольное. Показала маме с папой, им очень понравилось. На мне его, да, этикетка какой-то вулл стайл, made in Turkey. То есть, действительно, Турция производства на всех вещах. Я проверяла. Хороший магазин. Очень... А? Что? Что-что? Ля, что такое? Что? Я проверяла. В Турции летал на производстве. Пошутил? Хорошо тебе? Я сам себе шучу. Чувак. Капец. Я имею в виду, что смотрела на вот эти бирки. А как я могу ещё проверить? Ну, и на ощупь все вещи хорошие. Мона, перестань. Кыш. Я только что от Бенжи спасла. Бенжи от неё. Хватит. Писали, траву купите. Да она не ест эту траву. Она её пару раз щипнула. Она вся завяла. Она ест именно комнатные цветы. Нельзя. Иди сюда. Иди. Монка. Иди сюда. Иди, обижутка. Иди. Попрощаемся со зрителями. Да? Иди, кисик. Пальто там мне очень понравилось в этом магазине. Может быть, Дед Мороз его пронесёт мне на Новый год. Но если Дед Мороз не поквапается, это пальто заберут. Ой, всё, ребята. Пойду я в одушь. Мне сильно болит колено. Хочется просто лечь. Реально. Тик-тик. Лапа торчит. Тьёта лапа торчит. Всем пока. Спасибо за внимание. Всем пока. Берегите себя. Держитесь, ребята. Держитесь, ребята.